Газета номер 5, 2010 год. Чтобы от болезни не страдать, Малахов ПРО надо читать. Вы подпишитесь на газету эту и в помощь вам есть ценные советы. Мало кто подписывается. Содержание номера вы видите перед собой. И вот такая статья «Количество здоровья». Что это такое? Некоторые из нас слышали, что есть такое понятие, а с чего оно складывается. И как его самостоятельно сложить, чтобы количество здоровья у вас было побольше. И как его не разбазарить. Как нас лечат или ошибки жизни отражаются на нашем здоровье. Да. Ничто иное, как наши же ошибки жизни. Что это за ошибки и как они отражаются в этой статье. Естественно, когда мы приходим к врачу, я не против врачей. Но против, просто я хочу пояснить. Вот человек, совершенно незнакомый человек, приперся к врачу, для которого это работа. Пусть он ее там любит. И он принес свою проблему, болячку. Вот, говорит, у меня там геморрой там. Или там давление повышенное. Или сахарный диабет. Вот. Вот что делать? Врач, естественно, естественно. Знаете, даже как-то и не будет вникать в вашу проблему, спрашивает. Он просто поставлен перед фактом. Геморрой, повышенное давление, сахарный диабет. Ага, от геморроя, вот свечи идем, в эту самую, в аптеку покупаем. От повышенного давления ты можешь таблетки в той же аптеке. И сахарный диабет, тоже инсулин. И все. Все принимаем, все исчезло и хорошо. И получается, что вроде бы человек попринимал, а потом у каждого из нас хочется навсегда избавиться от этой болезни. А тут получается, что если бросил свечи вставлять, бросил инсулин колоть, бросил таблетки принимать, все это возвращается. И ты должен постоянно теперь работать на аптеку. Все. Врач, будем говорить, не вникает. Вот это как в твой образ жизни, почему ты ведешь, почему ты его заболевание нажил, и как от него избавиться безмедикаментозно. Есть проблема, мы ее решаем. Как загнали автомашину в сервис, и там, значит, запчасти заменили, там новые поставили, и дальше езжай как хочешь. Полетели рессоры, значит, по кочкам скакал, опять будешь скакать, опять, значит, амортизаторы, рессоры-то полетят. Ну, чем-то плохим заправляешься, значит, движок застучал, ну и все такое. Опять приезжай, платить деньги тебе, заменить. Ну, вот примерно так же делается и с нашей телесной машиной. Склероз, что это? Такой опыт лечения, большая статья, как я понимаю, развитие склероза, какой склероз бывает, что применять, какие тут вот интересные настойки, видите, караилы, керосин, никотиновая настойка, как это все, карболовая кислота даже. Можно излечиться от всего этого, но надо помимо различных рецептов знать их применение и как этого избежать, введя образ жизни. Вот что важно. А не то, что мы там знаем, ага, давайте нам рецепты, мы там будем сами все это делать. Да, нет. К рецептам нужна еще голова, болезни их лечения, значит, куча тут различных вопросов, а также и опыт от их избавления. Вот хорошая статья. Правильное самоздоровление меняет все существо человека. то есть оздоровиться можно лишь тогда, когда у вас все изменится. В основном изменится ваше сознание, а сознание меняется от того, что у вас меняется мировоззрение. На основе мировоззрения меняются ваши черты характера. и тогда будет хороший результат. Вот статья. Какие факторы необходимо учитывать при создании собственной системы оздоровления. многие, думаю, это не начитались вот в основном журналах, чего-то однобокого. Ага, там очищение, там питание вот такое, есть питание такое, либо голодание такое, либо голодание такое, еще, еще что-то там. Оказывается, все это должно быть в сумме факторов. Чтоб не было вас так голову вытянули, хвост застрял, хвост вытянули, голова опять погрузилась. Чтоб у вас все это шло гармонично. Плоть до того, чтобы вы учитывали свою индивидуальную конституцию. Потому что мы все люди разные. Есть люди большие, есть люди маленькие. За счет этого у них организм обогревается лучше. других хуже. Пищеварительные способности тоже у одних лучше. Других хуже. И то, что помогло даже одному, надо на все это смотреть с учетом индивидуальной конституции. Семейный микроклимат вот как раз я здесь пишу. Он влияет или не влияет? Вы можете оздоравливаться, но вас не поддерживают. А раз вас не поддерживают в семье, то знаете, это наоборот фактор, который будет вас разрушать негативные вот эти все отношения. Вы будете приходить в семью, пришел домой, там ты сидишь, где бы не хотелось. хочешь отдохнуть, а тут только начинается второй этап какой-то головомойки. Так, что такое сила естественного исцеления? Вот очень интересный такой вопрос, на который я даю ответ. Наш организм постоянно само обновляется, самовосстанавливается. Так вот, если мы создадим условия для этого, то как раз наша же жизненная сила, которая тратилась раньше на раздражение по черте характера, на переваривание и выведение там лишнего, ненужного, что у нас с пищей поступало, на ведение беспорядочного образа жизни. Мы там ложились два часа ночи, не соблюдали распорядок дня, вели такой диван образ жизни. Если мы все это нормализуем, то наша же сила, которая тратилась на латание наших несовершенств, она идет на наше исцеление, обновление и укрепление. Разъяснение ряда особенностей, связанных с энергетикой организма. роль сердца, как организм запасает энергию. Это статья целиком написанная мною, на основании научных данных, на основании изучения работ по йоге, как энергия циркулируется. То есть это вообще большая научная статья великолепная, которую никто до сих пор особо не развивал. Так, 7 рецептов женской красоты. Как поддержать свою фигуру? женская грудь, от целлюлита, сохранить шею красивую, забота о губах, уход за волосами, как укрепить ногти, как сохранить красоту, в конце концов, на долгие годы. Вот она, большая статья. читайте, берите, применяйте, оздоравливайтесь, укрепляйтесь. Морозник, опыт лечения. Морозник, растение непростое, оно ядовитое, но тем не менее, все ядовитые средства, все зависят от дозы. Если мы используем соответствующих лечебных дозах, профилактических таких, то это получается очень интересное средство, которое очистит нам кровь и делает массу-массу полезных вещей. Отчего она чистит кровь? В первую очередь от микропаразитов, которые обитают в нашем организме. И вот они рецепты, рецепты, рецепты уже. Те рецепты, которые проверены веками. И кстати, говоря о рецептуре, следует сказать, что вот сейчас в 2015 году Нобелевскую премию получила китаянка за то, что она из обыкновенной полыни, которой там и у нас, и у них в Китае огромное количество, на основании рецептов 2000-летней давности приготовила лекарства от малярии. Оказывается, и тогда люди сталкивались с этими проблемами, с той же самой малярией. Что, комаров там не было в мире? Только сейчас они появились, и тогда они уже нашли средства. А мы все ищем, ищем и никак не найдем. И вот, пожалуйста, ей присудили новую русскую премию. Реклама.